МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Контрактуры с бедром. То есть одна из вообще основных моих задач, которые я вам хочу донести за эти три дня семинара, я буду говорить об этом много, упорно, надоедливо и постоянно. Контрактуры бывают мышечно-суставные и костные суставные. Костные – это то, когда внутри сустава произошло. То есть у нас, как правило, сустав – это вот такая некая впадинка, а другая кость вот сюда входит, и вот идет движение. Так вот, с костной контрактурой мы, конечно, ничего сделать не можем, потому что кость находит на кость. Все, для нас это без вариантов. Контрактуру, как мы называем, которая образуется, с которой пациент приходит? Итак, давайте разберемся. Значит, вот мне наиболее часто попадается вариант формулировки «сгибательно-отводящая». Сгибательная контрактура описывается по отношению к суставу, то есть то, что мы видим, да? Сейчас разберемся с движениями, которые возможны в тазобедренном суставе. Какие движения в тазобедренном суставе? Сгибание. Сгибание. Отведение и ротация. Сгибание. Отведение. Приведение есть? Приведение есть. Ротация какая? Наружная и внутренняя. Наружная и внутренняя. Вот эти шесть движений, они есть вот в шаровидных суставах. Вот он в плечевой тоже самое умеет шесть движений делать, да? И тазобедренный умеет шесть. Значит, еще раз. Сгибание. Разгибание. Сгибание до какого угла, возможно? До девяносто, да? Вообще может быть чуть меньше, потому что дальше идет с движением в позвоночнике. С ротацией позвоночника чистое сгибание меньше девяносто градусов. Разгибание, пожалуйста, сколько? Для ходьбы достаточно градусов десять, ну максимум пятнадцать. Итак, сгибание разобрались. Разгибание. Отведение сколько? Совершенно верно. Порядка сорока пяти градусов на самом деле. И вот это момент, про который я говорила, принципиально важный для понимания. Итак, с отведением разбираемся. Когда мы говорим о возможности движения в суставе, мы говорим, это движение из ровного положения. Только из ровного. Отведение. Вот оно, отведение. И стопы, обратите внимание, стопы остаются параллельны. Вот это чистое отведение. Я покажу боком. Вот это чистое отведение. Ротационное наружу и... Золотые слова. Когда мы говорим про контрактуру, мы говорим сгибательно-отводящие. Сгибание есть. А вот это движение какое, ЛФК? Это отведение или нет? Это ротация. Это наружная ротация, совершенно верно. Так вот она в чем разница. Почему мы говорим, когда отводящая контрактура, что надо приводить, потому что она слишком отведена. Она не отведена, по сути, по движению. Она ротирована к наружу. Потому что отведение... Вот у меня колено вперед, вот это отведение. А вот это наружная ротация. И вот на этом очень много закреплено, потому что не работают с отведением. То есть за то, что он и не туда потом не заваливался, ходя на протезе. Но и плечами потом не заваливался. И вот это очень важный момент. Сгибательно-отводящая, потому что мы видим, она согнута, мы видим, она в сторону. Но реально это наружная ротация. И это не отведение.